МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Грудно+. В студии Галина Буро. Сегодня в нашем выпуске. Когда пешеходы смогут пересекать границу с Польшей и какие преимущества есть в отмене бумажных контрольных талонов, Груднинская региональная таможня поделилась планами на ближайший год. Внимание, яма! Выбоины, образовавшиеся на проезжей части многих улиц города, стали причиной серьезных повреждений автомобилей. Вышито с любовью, впервые клуб «Радость» представил свои экспозиции в одном из выставочных залов города. 95 миллиардов рублей на такую сумму в прошлом году было изъято товаров Грудницкой региональной таможнии. Сегодня на итоговой коллегии были подведены итоги оперативно-служебной деятельности таможенных органов. Открытие стационарной сканирующей системы в пункте пропуска брусги и проведение эксперимента по отмене бумажных контрольных талонов для Грудницкой региональной таможни 2015 год прошел плодотворно. Впереди завершение строительства логистического центра, а также расширение пункта пропуска брусги в связи с реконструкцией трассы М-6. Подробности в сюжете Юлия Косила. Система таможенного контроля с каждым годом только улучшается, и прошедший не стал исключением. В конце декабря в пункте пропуска брусги начала работу стационарная сканирующая система, строительство которой финансировалось из средств Евросоюза. Сейчас с помощью комплекса за 15-20 минут можно проверить фуру, на сканирование которой раньше уходило несколько часов. На итоговой коллегии таможенники также обсудили и работу по транзитной привлекательности страны. В сентябре этого года планируют завершить строительство логистического центра около пункта пропуска брусги. Он позволит в разы увеличить пропускную способность на границе. В нынешнем году начнется и масштабная модернизация пункта пропуска брусги. Большая работа еще также у нас в рамках Всемирного банка. Это реконструкция трассы М6 и таможенная составляющая, то есть по расширению пункта пропуска брусги вместе с Польшей, дополнительных полос для того, чтобы транспортные средства могли быстрее пересекать границу, убрать так называемое вот это вот сужение, которое сегодня существует. В рамках этого проекта модернизации транзитного коридора предусматривается пешеходный переход, который будет соединяться с пешеходным переходом с польской стороны. Однако пешеходное движение вместе с завершением реконструкции ожидается не раньше 2018 года. А вот повсеместную отмену бумажных контрольных талонов можно будет ждать в скором времени. Эксперимент, запущенный в пункте пропуска «Привалка», доказал свою перспективность и уже применяется в шести точках по всей стране. Однако для внедрения электронных талонов во всех пунктах пропуска необходима установка дополнительного оборудования. Чтобы внедрить систему без контрольного талона информационную, кроме самой системы, необходимо еще оборудование специальное, которое считывает номер транспортного средства. У нас в шести пунктах пропуска по стране такая система была. Мы как раз в этих пунктах пропуска и внедрили эту систему. То есть, чтобы внедрять такую систему в иных пунктах пропуска, надо закупать оборудование, считки номера автомобиля. То есть, по мере финансирования таких затрат таможенных органов будем внедрять в других пунктах пропуска. Грядут изменения и в системе оформления грузов. В Гродненской региональной таможне уже начали внедрять автоматический выпуск таможенных деклараций. Сейчас информация об экспортных и транзитных грузах в электронном виде поступает напрямую в пункт пропуска, что позволяет оформить товар за 5-7 минут. Пока автоматический выпуск декларации также является экспериментом, но это станет одной из первостепенных задач для таможни на ближайшее время. Юлия Косила, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+. Сюрпризы капризной январской погоды на дорогах. Глубокие ямы, образовавшиеся на проезжей части многих улиц города, превратились в настоящую опасность для водителей и их железных коней. Уже сегодня с утра стало известно о разбитой подвеске, порезанных шинах и искривленных дисках. Нескольких автомобилей Гродненцев, которые в силу погодных условий или стечения обстоятельств не смогли избежать попадания в яму. Что делать в подобной ситуации, куда звонить и на чью помощь надеяться, узнавала наш корреспондент Вероника Цыганок. После больших морозов оттепель принесла жителям Гродно немало неудобств. Пешеходам приходится перепрыгивать лужи и обходить грязь стороной, автомобилисты же пытаются не попасть колесом в выбоины, образовавшиеся на дорогах. Вот такие вот глубокие ямы, огороженные красным заборчиком, в ночь, в дождливую погоду или на скользкой дороге, могут стать причиной ДТП. Об этом свидетельствуют несколько случаев, произошедших с гродненскими водителями в последние дни. Уже сегодня с самого утра в социальных сетях начали появляться фото повреждений шин автомобиля, водитель которого попал в яму на проспекте Янки Купалы. На просторах интернета также сообщается о больших выбоинах по улицам Большая Троицкая и Калиновского. Не в порядке асфальт и на обоих мостах через Неман. Начиная с понедельника в Гродно и Гродненском районе зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых автомобили получили повреждения при наезде на ямы. Сотрудники ГАИ рассказали, что водителям, попавшим по стечению обстоятельств в подобную ситуацию на дороге, не надо отчаиваться и ни в коем случае не стоит уезжать с места ДТП. В случае, если транспортное средство угодило яму, в результате чего получило техническое повреждение, водитель обязан оставаться на месте совершения и далее сообщить о случившемся в милицию либо напрямую в дежурную часть ГИИ для того, чтобы само факт происшествия был зафиксирован. Далее нами проводится документирование, сбор материалов и проводится проверка. В результате чего мы водителю разъясняем порядок дальнейших действий по возмещению ущерба. Это непосредственно с той организацией, которая отвечает за содержание уличной дорожной сети в безопасном для движения состоянии. И в последующем этот вопрос решается в частном порядке. Ремонтные работы городские службы уже начали и многие выбоины заделаны. Однако сразу от всех ям избавиться не удается. И поэтому, чтобы не попасть в такую ловушку на дороге, госавтоинспекция Гродницкой области призывает водителей всегда соблюдать скоростной режим и быть более внимательными за рулем. Особенно в темное время суток и в дождливую погоду. Вероника Цыганок, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+. Тем временем Гродницкая госавтоинспекция назвала наиболее распространенные нарушения правил дорожного движения, которые в прошлом году стали причинами ДТП. На первом месте оказалось нарушение правил проезда пешеходных переходов. Оно спровоцировало 66 аварий, в которых 5 человек погибли и 67 получили ранения. На втором месте по количеству тяжелых ДТП было несоблюдение очередности проезда перекрестков. Проще говоря, не уступил дорогу. В прошлом году с таким видом нарушений отмечено 53 аварии, в которых 4 человека погибли и 65 получили ранения. Третье, к сожалению, весьма распространенная причина ДТП – это управление транспортными средствами в состоянии опьянения. По вине нетрезвых водителей произошло 43 аварии, 12 человек погибли и 48 получили увечья. Также в ГАИ выделяют и другие роковые ошибки на дороге, нарушение правил маневрирования, невнимательность и неожиданный выход пешеходов на проезжую часть, переход дороги в неустановленном месте, выезд на полосу встречного движения и даже банальное несоблюдение дистанции. Все эти нарушения унесли не одну человеческую жизнь. Внимание, розыск! Женщина похитила в магазине дорогостоящую туалетную воду. К сожалению, нельзя назвать положительным примером поступок одной молодой мамы, которая, не постеснявшись присутствия рядом своего сына, пошла на совершение хищения дорогостоящего парфюма в одном из салонов, расположенном в торговом центре по улице Дубко. Девушка совершила административное правонарушение по статье «Мелкое хищение». Если вам что-либо известно о данной особе, просьба сообщить в ОВД администрации Ленинского района города Грудно по телефону 79 74 55 или по короткому номеру 102. Также можно отправить сообщение на электронный адрес Внимание у индивидуальных предпринимателей! Инспекция Министерства по налогам и сборам Беларуси напоминает, что реализация остатков товаров по описям с 1 января этого года запрещена. На основании указа номер 222 индивидуальным предпринимателям запрещается осуществлять розничную оптовую торговлю, иное отчуждение, в том числе на безвозмездной основе остатков, а также внесение их в качестве вклада в уставной фонд унитарного предприятия. Несоблюдение запрета влечет наложение штрафа в размере от 20 до 200 базовых величин с конфискацией или без конфискации товара. Остатки товаров также могут использоваться физическим лицом исключительно в целях личного, домашнего, семейного потребления, не связанного с предпринимательской деятельностью. К новостям культуры. Вместо красок и кисти – нити и волокна, выпускаемые на Гродненском предприятии. Клуб «Радость» был создан 7 лет назад, но только теперь его участники впервые выставили свои работы на широкое обозрение. На экспонатах представлен Гродненский метод многослойной вышивки, изобретенный руководителем Русской народной школы-студии «Поэзия в нитках» Алевтиной Ковалевской. Она жила, любила, творила, а ученицы продолжили ее дело. Подробности в репортаже Аллы Внычко. Она жила, творила и любила. Но все прошло, ее уж больше нет. А в жизни тех, с которыми судьба ее столкнула, она оставила глубокий, яркий след. Алевтина Ковалевская ушла из жизни несколько лет назад. Ее дело подхватили друзья по творчеству, и год за годом, благодаря им, Гродненский метод многослойной вышивки совершенствовался, обретал новые стили и направления. В выставочном зале Гродненского областного методического центра «Клуб Радость» представил 68 работ, выполненных в разных жанрах и техниках руками 10 вышивальщиц. Многослойная вышивка – это эксклюзивный гродненский метод. Нигде больше такого нет. Если сравнивать с тем, что есть в мире, то это вьетнамская и китайская вышивка шелком по шелку. Конечно, там совсем другой материал, но их можно сравнить, да, потому что тут есть такие техники, которые, в общем-то, одинаковые. Тематика представленных здесь работ многообразна. Пейзажи, натюрморты, жанровые картины. Они вышиты как по собственным экскизам, так и по мотивам литературных произведений и картин известных художников. Алла Гурьева выставила сразу 13 своих работ. В картинах она совместила на первый взгляд практически несовместимые нити и краски. Поскольку я всегда с детства еще рисовала, всегда, сколько себя помню, то мне захотелось совместить именно вышивку с маслом, что на первый взгляд, казалось бы, несовместимой технике, но они дают такой поразительный эффект, который не дает для меня чисто вышивание или чисто маслом. А когда это совмещается, то получается что-то такое, что мне то, что хочу выразить я. А вот Наила Абдулаева не является ученицей Элевтины Ковалевской и поэтому работает в другом жанре. К открытию выставки она специально связала себе крючком модную накидку. Азербайджанка увлекается вышивкой-крестиком. Здесь выставляются две ее работы – «Мамина радость» и «Первая любовь». Дети отдала в садик, у меня двое детей. И потом, ну, бездель начала сидела просто так. И начала вышивать, надо было чем-то заниматься. А во дворе видела, что девушка наша, соседка, она вышивает. И я начала что-то потихоньку-потихоньку получила. Сначала сказочные герои вышивала, а потом пошла такие портреты, картины вот с ребенком и женщиной. В основном такие люблю вышивать. Посетители выставки с увлечением рассматривали основы многослойной вышивки, интересовались у авторов работ техникой нанесения вертикальных стишков, задавали вопросы по поводу почти ювелирной точности при подборе нитей. Выставка «Вышда с любовью» продлится до начала марта. Аланучко, Сергей Печерица, Новости, Гродно+. Наш город вновь разыскивает красавец. 2 февраля начинается набор девушек на кастинг конкурса «Королева красоты Мисс Гродно-2016». Все претендентки на корону должны вначале заполнить анкету, затем принять участие в отборочном кастинге. В итоге судьи отберут 20 девушек, которые приступят к работе с режиссером, балетмейстером и другими специалистами для подготовки финального шоу. В финал пройдут лишь 16 конкурсанток, из которых жюри определит обладательниц официальных наград. А сами гродницы традиционно смогут выбрать «Мисс» зрительских симпатий. Как всегда, организаторы обещают яркое и зрелищное шоу. Финал конкурса «Королева красоты Мисс Гродно-2016» состоится 29 апреля на сцене Гродненского драматического театра. Также в феврале начнется отбор участниц национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2016». Кастинги пройдут 13 и 14 февраля в Минске по адресу улица Мельникай-Т4, здание Национальной школы красоты. В отборочных турах конкурса могут принимать участие девушки от 18 до 24 лет, обязательно белорусское гражданство, рост не менее 175 сантиметров. Девушки должны быть незамужними и никогда не состоявшими в браке, без детей. К участию в конкурсе не допускаются обладательницы титула «Мисс Беларусь» и победительницы в номинациях предыдущих национальных конкурсов красоты, а также лица, имеющие отношение к фото и видеоматериалам, носящим эротический или порнографический характер. Для участия в отборочном туре девушки не должны использовать декоративную косметику, иметь при себе резинку для волос, купальник и туфли на высоком каблуке. В коротко новостях спорта стало известно, что защитник молодежной сборной Беларуси Александр Позняк и форвард футбольного клуба «Неман» Василий Журневич продлили контракты с Гродницкой командой на два года, а с нападающим Артуром Бомбелем трудовое соглашение рассчитано до конца сезона этого года. Сегодня подписал контракт с желто-зелеными Артем Васьков, который в прошлом сезоне выступал за жодзинская торпеда «Белаз», а защитник Игорь Ясинский, в прошлом году игравший за Микашевический гранит, прибыл в Гродно и тренируется вместе с основным составом, но контракт пока не подписан. Минский СКА победил Гродненский Кронан в домашнем матче первого этапа чемпионата Беларуси по гандболу 38-26. Эту встречу армейцы проводили без семи сборников, которые в этот день находились на чемпионате Европы в Кракове вместе с национальной командой. На этом выпуск завершен. Я с вами прощаюсь и напоминаю, что еще больше информации вы всегда сможете найти на нашем сайте www.grodnoplus.tv.by Оставайтесь с нами. Приятного вечера. Редактор субтитров А.Семкин